Ветеранский актив городского округа Люберцы провёл заключительное в этом году заседание. Обсудили результаты своей работы, составили план на ближайшие 12 месяцев. В Доме ветеранов на Куракинской улице праздник. Представителей старшего поколения с Новым годом пришла поздравить дружная команда волонтёров Подмосковья. Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина подарили сладкие подарки, испечённые своими руками. Для нас, студентов Гагаринского техникума, конечно, большая честь поздравить с наступающим Новым годом ветеранов. Пожелать им всего самого наилучшего, крепкого здоровья, сил, бодрости. Очень трогательно. Мы не ожидали такого приёма добра и счастья, в Новом году здоровья и благополучия. Ветераны пообщались с главой округа. Владимир Волков поделился планами на ближайшее время. Мы будем развивать город, будем дополнительно благоустраивать новые площадки детские и общественные территории. Нам только что утвердили большой план благоустройства, так называемая лесная пушка. Это в посёлке Октябрьский. У нас планы по ремонту нашего Дома культуры. У нас планы по строительству нового центра для дополнительного образования. Ветераны тоже высказали свои пожелания. Попросили организовать дополнительные места для занятий клуба «Активное долголетие» в северной части Люберец. Сколько я здесь работаю, и первый раз такая встреча у нас. Гагаринцы к нам пришли, поздравили. Это вообще, не знаю, глава пришёл. Это такая радость для нас. Хоть он всегда, наверное, у нас будет Новый год таким радостным, как мы сегодня себя чувствуем. Музыкальный сюрприз от творческих коллективов округа стал красивым завершением предпраздничной встречи. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал НРТ. Музыкальный сюрприз от творческих коллективов округа стал красивым завершением предпраздничной встречи.